Привет, друзья! Сегодня продолжаем гулять по городу Зеленогорск, в жемчужине курортного района Санкт-Петербурга. Город утопает в зелени садов и парков. И сейчас мы посетим один из них. Это городской парк культуры и отдыха. Основной и самый крупный парк в Зеленогорске. Расположен между Приморским шоссе и Золотым пляжем Финского залива. Он занял 27 гектаров земли. У входа всех посетителей встречает скульптура Георгия Витцина в образе героя из художественного фильма «Жених Бабальзаминова». Памятник открыли в 2008 году к 90-летию артиста. Почему ему? Георгий Витцин родился в городе Терриоке, то есть в этом самом городе в 1917 году. Автор памятника – скульптор Юли Кряквин. В парке находятся еще несколько необычных памятников. Например, вот этот. Называется «Ботинки безымянного дачника». Уже и легенда есть. Надо обязательно примерить ботинки, сделать оригинальное фото и выбрать направление в жизни. Указатели, как стрелки-компас. В помощь всем. Примерила и я. Великоваты. Так как Зеленогорск стоит на берегу Финского залива, не может здесь не быть памятника рыбаку. Нашли такой в этом же парке. История сохранила даже его имя. Финского парня звали Анти. Жил он в этой самой деревне Тереки. Занимался рыбным промыслом. И поговаривает даже контрабанды. Понравилась и скульптура собаки у родника. То ли сторожит, то ли ждет кого-то большая лохматая собака. Что-то сильно у нее блестит нос. Наверное, натирают. А вот зачем – не знаю. Наверняка и здесь не обошлось без легенды. Неопознанным у нас остался вот этот объект. А вот к следующим было пояснение. Это выставка работ Тимура Юсупова. Скульптора из Санкт-Петербурга. Здесь, пожалуй, я промолчу. Без моих комментариев. Увы, не всегда понимаю современное искусство. Как и в большинстве городских парк, есть здесь свой фонтан. Рядом с фонтаном эстрада. В парке постоянно проводится огромное количество мероприятий и работают различные секции. Было бы желание, а занятие по душе здесь найдет себе каждый. Здесь есть все для отдыха и развлечений детей и взрослых. Это и великолепная детская площадка. С яркими сказочными персонажами. С разными развивающими детскими тренажерами. С интересными стендами о флоре и фауне нашего региона. И, конечно же, аттракционами. Такими яркими и звонкими, что увезти отсюда детей просто невозможно. Это и машинки, и паровозики, и самые разные карусели и качели. Даже домик, в котором продают билеты на аттракционы, какой-то сказочный. Много в парке спортивных площадок, в которых теннисные корты, мини-гольф-клуб, огромная скейтборд-площадка, насколько я поняла, бесплатная. Площадка для занятия картингом. Конечно же, огромное колесо обозрения. Какой парк без такого аттракциона? Еще назову Тир. Из других развлечений не отснятыми оказались. Музей ретроавтомобилей, Динопарк и Зоопарк. Как правило, посещение парка затягивается. И для тех, кто проголодается, есть несколько точек питания. Наибольшей популярностью пользуется кафе-пицца. В меню не только итальянский пирог, шашлыки, люля-кебаб, салаты и другие блюда. Бывало так, что выходной здесь не было свободных мест. Для тех, кто предпочитает перекус на ходу, у входа в парк небольшая зона фудкорта. Многие гости парка приходят сюда, чтобы посетить золотой пляж. К нему ведет главная аллея, украшенная клумбами с цветами. Как здесь красиво и уютно! Работы по благоустройству пляжа еще продолжаются. Но однозначно уже можно сказать, это лучший пляж на побережье Финского залива. Ленивая волна не громко плещется, а песчаный берег. В жаркие летние дни, правда, если они случаются в нашем климате, на золотом пляже можно и купаться, и загорать. А уж просто погулять и подышать морским воздухом можно практически круглый год. Слева от пляжа, на достаточно большой территории, очень современный отель Терриоки. Современное здание, свой яхт-ку, великолепный пляж. Чем не лазурный белик? Я бы с удовольствием отдохнула здесь несколько дней. Ко всем перечисленным удобствам добавлю, что у отеля своя большая парковка. Вот такой замечательный отель. Вот такой прекрасный пляж. Такой уютный парк. И все это город Зеленогорск. Спасибо, что вы были с нами на прогулке в парке культуры и отдыха города Зеленогорск. Приезжайте и отдыхайте. А мы вместе с Георгием Вицыным будем ждать вас с нетерпением. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!